Алексей Чаликов. Миллион за миллионом. Инвестиции. Принципы. Богатство. Я хочу посвятить эту книгу человеку, который с юных лет пытался менять мир к лучшему и верит в идеалы добра. Для кого жизнь – это всегда путь и дорога. Кто идёт вперёд, периодически спотыкаясь, сменяет победы ошибками, а ошибки – победами. Кто висел на одной руке над пропастью зависимостей и саморазрушения, но сумел вытащить себя и изменить свою жизнь. Кто упорно бьётся за свои убеждения и принципы и всегда протягивает руку человеку, которому она необходима. Кто сделал себя сам шаг за шагом, опираясь только на свой внутренний мир. Я посвящаю эту книгу Чаликову Алексею Валерьевичу. Посвящаю её также тем, кто приложил все усилия, чтобы стать кем-то в этом мире, оставаясь при этом человеком. Пусть они говорят, что это удача или случай. Мы же с вами знаем, что это удача и случай высечены шрамами, мозолями и потом. Гордитесь собой. Я собой горжусь. Благодарю. Моих родителей Чаликова Валерия и Чаликову Веру за то, что дали мне стремление и характер. Евминенко Сергея за то, что ты никогда не сомневаешься во мне и поверил в меня когда-то очень давно. Данилова Сергея за спокойствие, мудрость и надёжный тыл. Моих сестёр Чаликову Лизу и Пухорову Евгению, а также всю мою большую семью. Вы всегда рядом и окутываете меня теплом и уютом. Фирсанову Наталью за постоянный оптимизм, искреннюю радость и верную дружбу. Ты первая 16 лет назад узнала, как я назову эту книгу. Маренкову Ирину за объективность и совестливость, надёжность и 20 лет дружбы. Мой писательский опыт начался с огромных писем любви к тебе в 10 классе. Вавилова Александра. Нам суждено было встретиться, чтобы появились в мой телеграм-канал и эта книга. Всех ребят из Чаки.клуб. За то, что вдохновили на создание книги. Илона Маска и компанию Тесла. За то, что изменили всю мою жизнь. Светлану Мотылькову, руководителя редакционной группы. И Татьяну Рапопорт, ответственного редактора. За веру в мой труд, высокий профессионализм, терпение и готовность слышать и обсуждать все мои идеи. Введение. Ад – это другие. Наверняка каждый автор размышляет о том, для чего читателям может пригодиться его книга. По-видимому, и читателям бывает интересно, зачем кто-то потратил своё время на написание очередного фолианта. Возможно, автор желает донести до людей сокровенные знания и поделиться уникальным опытом. А может, ему просто скучно и хочется поболтать на отвлечённые темы. В моём случае ни то, ни другое. Эта книга представляет собой моё текущее понимание того, как и почему люди принимают или не принимают важные для себя решения в жизни и на фондовом рынке. Почему одни решения оказываются удачными, а другие, на первый взгляд важные, не приносят никакой практической пользы и только расходуют в пустую наше время? Почему одни мысли, действующие крайне позитивно на нашу бытность, приходят как будто ниоткуда, как случайное озарение, а планы, которые мы долго вынашивали и обдумывали, вдруг уходят никуда? Почему мы теряем деньги, когда другие зарабатывают? И почему, даже когда мы зарабатываем, сумма прибыли нас не устраивает? Ведь, как нам кажется, другие успевают за это же время заработать в несколько раз больше. Денежные боги невероятно капризны и злы, хотя и очень предсказуемы, порой до такой степени, что их практически невозможно понять. У людей, которые считают себя специалистами в экономике, очень хорошо получается объяснять финансовые кризисы задним числом. Однако, если мотивы и причины экономических потрясений настолько очевидны, то почему нельзя было их избежать? В итоге, миллионы опытных и одетых в аккуратные деловые костюмы инвесторов и трейдеров теряют свои деньги, когда, как выяснилось впоследствии, всегда находилось легкое и изящное объяснение произошедшим неурядицам. Как вообще выходит так, что у нас прекрасно получается объяснить свое прошлое, но совершенно не хватает навыков, чтобы точно предсказать ближайшее будущее? Или вот, например, почему курс нашей национальной валюты, если рассматривать длинные временные отрезки, постоянно падает по отношению к доллару? И если есть четкий ответ на этот вопрос, почему нельзя сделать так, чтобы он не падал? Да и какая вообще кому-то может быть разница, падает или растет рубль? Почему это должно нас беспокоить? За свою не столь уж и долгую жизнь я встречал немало людей, которые считают торговлю акциями на фондовом рынке не более чем азартной игрой, где результат определяется случайностью. Однако же эти люди вполне спокойно играют в реальных онлайн-казино и делают ставки на исход спортивных событий, всерьез полагая, что так они станут богаче и счастливее. На прямой вопрос, если ты считаешь инвестиции на бирже неприемлемыми для себя, так как это азартная игра, то почему ты играешь в самое настоящее казино? Мне отвечали, «Ты не понимаешь, это другое». Или, «Ну, в акциях надо долго ждать прибыли, а здесь все гораздо быстрее». А иногда просто, «Да пошел ты». И я шел, по крупицам собирая ответы на свои наивные вопросы. Меня всегда занимало, почему зачастую, я думаю, оказалось бы очевидных вещах не так, как другие. Когда критическая масса найденных ответов вдруг превзошла количество неразгаданных вопросов, я подумал, что неплохо было бы записать эти ответы, чтобы самому их не забыть. А когда записи были закончены, получилась эта книга, которая, хочется верить, пригодится и еще кому-то, кроме самого автора. На самом деле большинство людей спокойно живут, не стремясь что-то существенно изменить в себе и своем отношении к окружающему миру. И каждый день эти люди теряют деньги, потому что другие люди, которые тоже не хотят ничего менять, зарабатывают за счет первых. Так работает финансовая система. Деньги перетекают из рук в руки. Один тратит, другой зарабатывает. При этом, чтобы тратить, не обязательно иметь специальное образование и аналитический склад ума. А вот чтобы зарабатывать, нужны знания и, как бы ни странно это звучало, оформившееся мировоззрение. Порой нам буквально приходится отрываться от привычного бытового уровня мышления и смотреть на многие события и явления с иной точки зрения. Попробуйте это сделать. Не уверен, что вы достигнете желаемых целей, но гарантирую, что вы обязательно узнаете много интересного. И о других, и о себе. Будете ли вы чувствовать деньги, приумножать собственный капитал и избегать пустых трат или останетесь теми, на ком зарабатывают другие, зависит только от вас. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Жить и поступать так, как привыкли поступать все, приятно и комфортно. Зато выход за пределы обыденных представлений о жизненных целях и правилах общения с деньгами может сделать вас успешнее и богаче. Но, как сейчас принято говорить, это не точно. Судьба дает нам шансы, однако никогда не гарантирует, что они приведут нас к ожидаемому результату. Те, кто решил заняться приумножением собственного капитала и пришел на фондовый рынок, неизбежно попадают в околобиржевую тусовку, где встречают множество псевдогениальных трейдеров и инвесторов от Бога. Чаще всего нас удивляют их знания и результаты, и мы быстро приходим к ложному убеждению, что у нас самих слишком мало сокровенных знаний и опыта, чтобы хоть как-то выживать на бирже. Нам неизбежно нужно слушаться старших и учиться, учиться, учиться. И когда-нибудь, если повезет, нам удастся достичь высот в своей жизни и в управлении финансами. При этом мы, конечно, понимаем, что люди нигде не врут так часто и много, как в вопросах, касающихся политики и денег. Однако мы сразу забываем об этом, как только речь заходит о фондовом рынке, и с легкостью, достойной профана, позволяем обмануть себя. Я много времени занимался инвестициями, но так и не встретил ни одного человека, разбогатевшего чужим умом. Я не знаком с людьми, регулярно зарабатывающими большие деньги благодаря чьим-то советам, платным каналам в Телеграм и уникальным учебным курсам про то, как стать богатым, не прикладывая к этому почти никаких усилий. Зато я встретил немало тех, кто не постеснялся предложить мне свое наставничество, подписку на платный канал или возможность окончить уникальный курс.